Друзья, мы заждались хороших новостей, и вот сегодня я хочу вас обрадовать, у меня сегодня хорошие новости для вас. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, наконец-то случилось то, чего так долго ждали, и многие говорили, что это не случится никогда, но кажется, всё двигается с мёртвой точки. Смотрите, недавно я прочитал сообщение, что Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные активы ClearStream, будут разблокированы российские ценные бумаги и купонный доход, которые зависли в международном депозитарии из-за санкций. Это первое сообщение. Дальше. Следующее сообщение, тоже из MarketTwits. Бельгия наряду с Люксембургом выдала разрешение на разблокировку активов. До 7 января НРД анализирует дальнейшие шаги. Первый зампред ЦБ РФ. И мне из открытия мой менеджер сообщил, что после получения лицензии вопрос переходит к цепочке «Евроклир РНД-депозитарий брокера на данный момент от клиентов не требуется дополнительных действий». Ну, расшифровываю, что это значит. Это значит, что те бумаги и те средства, которые были заблокированы в связи с санкциями, наконец-то они, кажется, будут разблокированы, и все поступит клиентам, и не требуется никаких дополнительных действий. Вот такая история. Ну, сейчас я попытаюсь объяснить, в чем дело и что такое. Ну, смотрите, когда мы покупаем бумаги, акции или облигации, это именные ценные бумаги, они приписываются именно к нам, и они регистрируются, то есть мы являемся владельцами этих активов. Где мы являемся владельцами этих активов, и как это все происходит. По итогам дня, значит, по количеству сделок брокер посылает информацию, куда? В соответствующий, ну, для того, чтобы сделать соответствующие изменения в реестре акционеров или держателей облигаций, или этих или иных активов. И кто же вносит эти изменения в реестре? Ну, казалось бы, эмитент ценных бумаг, но нет. Так как у нас эмитент, ну, по закону, и вообще всюду, эмитент не имеет права вести сам реестр, а реестр ведет специализированная организация, которая называется депозитарий. И все активы, которые торгуются на бирже, они именно хранятся, то есть информация о владельцах этих активов хранится в депозитарии. И изменения в этом депозитарии, изменения в реестре владельцев, вносятся по итогам дня, и эти изменения вносит брокер, то есть профессиональный участник рынка ценных бумаг. Итак, смотрите, еще раз, значит, коротко. Когда мы покупаем ценные бумаги, они регистрируются где-то в депозитарии, переход права собственности. До того, как они не будут зарегистрированы, право собственности не переходит. Это знают уже все, кто прошел курс биржи для чайников, ну, я повторяю, вот для тех, кто не прошел его. Как это происходит? Ну, происходит это автоматически абсолютно, для нас это незаметно. Все это делает брокер. А что такое депозитарий? У нас только один депозитарий, ну, в основном один это национальный расчетный депозитарий, коротко НРД. Вот, то есть, смотрите, брокер имеет право ввести какой-то учет ценных бумаг, и НРД, это национальный расчетный депозитарий, тоже имеет такое право. Что надежнее? Ну, все-таки считается, что НРД это надежнее. И НРД у нас главная, так сказать, ну, государственная такая организация, которая этим занимается. Это все касается тех бумаг, которые зарегистрированы у нас на московской бирже. И, конечно же, люди хотят купить акции иностранных ценных бумаг или иностранных эмитентов, акции иностранных компаний. И как же можно это сделать? Ну, здесь есть разные варианты. Например, если иностранная компания заинтересована в том, чтобы зарегистрироваться на московской бирже, она может представить все документы, которые требуются московской бирже, для того, чтобы московская биржа включила эти активы в листинг. Но, как правило, московская биржа – это не самая крупная биржа, и компании далеко не все хотят, в общем, так сказать, ну, как бы распыляться на несколько бирж и так далее. То есть, каждая компания стремится зарегистрироваться на какой-то, ну, определенной бирже. Этих бирж на самом деле, ну, крупнейших несколько, и на самом деле эти биржи, они осуществляют и надзор за правилами ведения, и, значит, за акционерными обществами. И считается, что самые надежные, самые такие устоявшиеся биржи – это биржи, естественно, американские, то есть Нью-Йоркская фондовая биржа, Нью-Йорк Сток Эксчендж, Найс – это… А, Нью-Йорк – это есть Нью-Йорк Сток Эксчендж, Насдок, и в Лондоне тоже ЛСЕ биржа считается очень-очень надежной и серьезной. И туда очень трудно попасть, и если мы покупаем какой-то актив на, скажем, бирже Нью-Йорка или на бирже Лондона, то, соответственно, мы абсолютно точно уверены, что мы купили именно то, что мы хотим. Но так как мы не можем или там, ну, не все умеют зарегистрироваться у иностранного брокера, а мы регистрируемся у брокера нашего, российского, то что делают, ну, в общем, обычные биржи, которые хотят предоставить клиентам услугу по покупке иностранных ценных бумаг? Они договариваются, то есть у них там та же самая система, значит, у иностранных бирж и у иностранных брокеров, значит, все регистрируется тоже в депозитарии, и, ну, таким крупным депозитарием является, грубо говоря, вот эти вот Евроклир и Клирстрим. Это крупнейшие, ну, там есть еще различные другие депозитарии, вот, но что происходит? Смотрите, обычно наши брокеры и наша биржа договариваются именно вот с этими организациями, с крупнейшими организациями, с крупнейшими депозитариями зарубежными для того, чтобы предоставить нашим клиентам, клиентам российским, инвестировать в иностранные активы. И что происходит? Как это происходит чисто, ну, как бы физически? Ну, да, во-первых. А во-вторых, значит, есть целый ряд преимуществ для того, чтобы зарегистрироваться на лондонской бирже, скажем, и там, во-первых, и правила более прозрачные, и больший доступ к капиталу, большие капиталы, и поэтому многие российские компании предпочитали регистрироваться именно на лондонской бирже. И, соответственно, ну, там, полиметалл, там, по-моему, полюс золота были, Яндекс там вроде был. Вот, то есть формально это компании, ну, зарегистрированные на лондонской бирже, и мы покупаем их на именно лондонской бирже, хотя компании вроде бы российские. Каким образом происходит передача прав собственности или управления этими активами? Ну, смотрите, у нас есть НРД, это профессиональный участник ценных бумаг, это крупнейший депозитарий, и, ну, в принципе, может и брокер договориться, конечно же, вот, но обычно они говорят, вот, Клирстрим или Евроклир, они говорят, ну, мы не хотим договариваться, там, распылять силы, значит, договариваться с каждым брокером отдельно, давайте мы бы договоримся с кем-то одним, с крупнейшим депозитарием, то есть с НРД, и депозитарий Евроклир договариваться с депозитарием НРД, о том, что, значит, депозитарий НРД будет поставлять информацию в Евроклир о том, что, ну, произведена та или иная сделка, и право собственности надо переписать. Вот, но все идет немножечко дальше, дело в том, что Евроклир вообще не хочет заниматься, вот, конкретикой, и они говорят, что, ну, как бы формально у них в Евроклире пишется, что эту ценную бумагу приобрел некто, кто из России, некто из России через НРД, и формально для Евроклира владельцем этой ценной бумаги формально является НРД, и, значит, там средства какие-то поступают в НРД от продажи, или покупки, или дивиденды, они поступают в НРД, дальше НРД знает, чья это бумага, и дальше он уже брокеру посылает соответствующую информацию. То есть, для Евроклира вся Россия это один клиент, это НРД, вот, собственно говоря, такая история. И все было хорошо, все работало как часики, все работало отлично, и, да, и таких брокеров, ну, депозитариев может быть много, несколько. И, соответственно, все работало как часики, вообще никаких проблем не было, пока не началось то, что вы знаете, началось в феврале месяце, в конце февраля. И Запад начал вводить санкции против России. Ну, санкции против России это одно, и там, в этом пакете были персональные санкции против конкретных людей. А, ну, я, наверное, не открою вам секрета, и на Западе считают все, что в России, в общем-то, создана достаточно такая олигархическая система, и, ну, скажем, там, 80-90% по оценкам принадлежат, до всех, всей собственности принадлежат какой-то, ну, очень небольшой кучке лиц, и эту кучку лиц, они стремятся, в общем-то, обложить санкциями. И что же получается? Что если кто-то из России, вот из этого санкционного списка, начинает продавать активы, то, собственно говоря, Евроклир говорит, говорит, а не является ли покупатель или продавец этих активов под санкционным лицом? И Америка, когда ввела вот эти санкции, она сказала, что, ребята, если кто-то нарушит эти санкции, то, в общем, мало не покажется, там какие-то штрафы дикие и все, все этого боятся, естественно. И поэтому, поэтому, Евроклир и Клирстрим, они что сделали? Они сказали, что, ну, когда кто-то продает или покупает активы, то есть из НРД, грубо говоря, тот участник, который зарегистрирован через НРД, то это с вероятностью, ну, скажем, 80% это подсанкционное лицо, потому что 80% собственности принадлежат людям, которые под санкциями персональными, и они говорят, на всякий случай мы все это запретим. А каким образом можно это дело, ну, этот запрет снять? Ну, соответственно, этот запрет, это вообще говоря, ну, нарушение закона, там штрафы дикие предназначены, ну, и за задержку вот с этими операциями, то есть там есть ответственность, но с другой стороны штрафы за нарушение санкций еще больше, и они решили вот так вот, они говорят, ну, вот санкции и все. Вы предоставьте информацию о том, что этот человек не под санкциями. То есть, смотрите, национальный расчетный депозитарий, он не имеет права раскрывать собственников активов своих, вот, с одной стороны, а с другой стороны, ему говорят, ну, раз не имеешь права, то, значит, ну, докажи, что это не подсанкционное лицо, грубо говоря. Ну, вот, как это решалось? Ну, во-первых, значит, там Россия, естественно, заблокировала тоже все активы иностранцев, которые здесь есть, и тоже не выпускает, и, ну, как бы, в заложники взяли, они нас, мы их, и начинали договариваться. Один вариант договоров, они говорят, ну, хорошо, давайте, значит, те участники иностранные, которые зарегистрированы у нас в России, они, значит, естественно, хотят продать эти активы, они говорят, ну, давайте вы продадите эти активы российским участникам внутри НРД, и, значит, пожалуйста, российские участники получат эти активы в рублях, и, собственно говоря, все закроется. Вот, здесь есть нюанс, потому что, ну, дело в том, что активов, средства иностранных инвесторов, иностранных компаний намного больше, чем средства российских инвесторов, поэтому здесь есть дисбаланс, здесь получается нестыковочка, с одной стороны, ну, и это очень сложно сделать. С другой стороны, значит, НРД не имеет права раскрывать информацию о клиентах, но они решили, говорят, ну, хорошо, а давайте мы сделаем так, если клиент не возражает, чтобы мы раскрыли информацию о нем, то давайте, вот, пусть он эту информацию, значит, с согласия клиента мы готовы, значит, вот эти счета, как бы, деанонимизировать, то есть, ну, раскрыть информацию по этим счетам, то есть, если клиент не возражает. И поэтому, ну, вот, инвестиционная палата разослала всем клиентам своим письма о том, что мы даем согласие на то, чтобы нашу информацию раскрыли, чтобы инвестиционная палата раскрыла эту информацию именно, ну, перед иностранным депозитарием. Эти письма пришли, ну, во-первых, всем на почту, во-вторых, значит, там продлялась, потом, значит, сделали это через личный кабинет, я лично это подписал, я говорил об этом, что, в общем-то, не бойтесь, это ничего такого, именно с этой целью. Но сейчас вроде как-то договорились, как они договорились, я не знаю, на каких условиях, но как-то договорились, и вроде бы снимается этот запрет. То есть, теперь уже средства будут разморожены, и частные инвесторы получат те средства, ну, доступ, по крайней мере, к своим средствам, которые были заморожены, и они поступят на брокерский счет. Ну, сейчас будут уже, значит, там разбираться уже внутри НРД и так далее, как я уже сказал. После получения лицензии, вот, еще раз читаю эту информацию, вопрос переходит к цепочке Евроклира НРД депозитарий брокера, то есть, дело сдвинулось с мертвой точки. Ну, я надеюсь, что я какую-то ясность внес в это дело, потому что, ну, я пытаюсь объяснить им простыми словами, получилось у меня или нет. Напишите, пожалуйста, об этом. А на сегодня все. Лайк, подписка. И скоро будут еще новые видео о том, куда же вкладывать нынче, потому что, кажется, наступает момент, когда, в общем, уже можно начинать инвестировать, и есть очень интересные активы, во-первых. А во-вторых, мы видим, что рубль резко начинает падать по отношению к доллару, а доллар у нас, в принципе, не в ходу, что же делать, как быть. И есть очень интересный инструмент, это замещающие облигации, то есть, это, в принципе, очень хорошая альтернатива доллару и именно облигации, то есть, получается, что они будут расти как доллар, но они в рублях. Очень интересный инструмент, я об этом расскажу, поэтому оставайтесь на моем канале. Если вы еще не подписаны, подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И до встречи. С вами был Демитков Юрий.